Здравствуйте друзья, я решил снять эту небольшую видео инструкцию для владельцев Zigbee розеток Xiaomi Zen CZ02LM, которые были очень распространены несколько лет назад и до сих пор широко используются во многих умных домах. Например у меня таких розеток 6 штук. Проблема связанная с их работой не всегда проявляется, сама по себе розетка работает прекрасно. Как и большинство других Zigbee устройств с стационарным постоянным питанием, она является роутером, то есть может передавать через себя данные от других узлов. И вот именно в этой части кроется проблема, связанная с тем, что подключенные к ней устройства не будут корректно работать, сеть будет разваливаться. Для устранения проблемы необходимо обновление прошивки до версии 90 и тут есть некоторые нюансы. В zigbee2mqtt в разделе OTA есть возможность обновления прошивки. Но если изначально она старая, актуальной будет считаться версия от 20 апреля 2018 года, обновлений предлагаться не будет. Хотя на самом деле последняя актуальная версия от 20 декабря 2019 года, это как раз версия 90. Поэтому в zigbee2mqtt закрыть вопрос не получится. Временно удаляем розетку отсюда. Способ показанный в этом видео, работает с помощью шлюза Xiaomi 3 и одноименной интеграции в Home Assistant от AlexIT. Не буду утверждать что он единственный, но точно рабочий. Для этого подойдет и модель ZN-DM-WG03LM, это китайская версия, и глобальная, номер которой заканчивается на 02LM. Не путайте модель с версией. Шлюзы 02LM и 03LM оба являются третьей версией. Вторая версия не поддерживает zigbee3.0 и bluetooth, имеет динамик и светодиодную подсветку. От себя добавлю, даже если вы используете zigbee2mqtt как я, или ZHA или SLS, этот шлюз не будет лишним в системе. У меня например, даже если упустить мои специфические моменты как тестировщика оборудования, он используется для управления bluetooth устройствами из экосистемы Xiaomi. Ссылку на урок по интеграции Xiaomi Gateway 3 вы найдете в описании. Хочу уточнить что на сегодняшний день нет необходимости вручную обновлять прошивку шлюза, интеграция отлично работает с официальной, актуальная версия на дату этого видео 1510032. Шлюз должен быть в режиме Mi Home, через который можно и подключить эту розетку. Процесс подключения стандартный, на розетке удерживаем клавишу до мерцания светодиода. Второй нюанс в том, что Mi Home тоже не может обновить прошивку до нужной версии, поэтому нам и нужна интеграция шлюзов Home Assistant. Уведомление о появлении нового устройства подключенного к шлюзу. Вот она. Нам понадобится название этой сущности, она относится к домену remote, пульт управления. Скрипт для прошивки использует стандартную команду remote send command. Здесь вставляем имя сущности шлюза. Передаем ему команду auto обновление. Осталось указать имя розетки. Переходим в нее. Текущая версия 34. Копируем ее цифровой ID без 0x сначала. Вставляем скрипт, запускаем. Начался процесс прошивки, он довольно длительный, так как передача данных идет по zigbee. До запуска скрипта нужно перейти в панель разработчика, вкладка службы, режим YAML. Текст шаблона вы найдете по ссылке в описании. Нужно будет подставить только имя сущности шлюза и номер розетки. Обновление продолжается. Дождались завершения и теперь текущая версия прошивки 90, та что нам и нужно, с исправленной проблемой Zigbee роутинга. Теперь можно удалять розетку из шлюза и подключать к zigbee. МQTT. Подключение стандартное. Проверяем, теперь дата прошивки 20 декабря 2019 года. Рекомендую такую процедуру проделать для всех розеток этой модели. Как видите данный способ быстрый и не сложный, единственное нужен шлюз Xiaomi Gateway 3, который будет не бесполезным, даже если вы пользуетесь альтернативными zigbee координаторами. На этом все, надеюсь видео было вам интересным, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас. Кроме ютуб канала, я веду еще телеграм канал, где публикую различные интересные материалы по тематике умного дома. Ссылку на него, а также другие полезные ресурсы вроде каталога устройств для умного дома, вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч.